Добрый вечер, это программа После новостей. Меня зовут Илья Зайцев. Мы работаем в прямом эфире. В нашей студии сегодня гость Александр Кропачинский, руководитель строительной группы SMC, президент Союза строителей края. Александр Игоревич, добрый вечер, спасибо, что пришли. Добрый вечер, спасибо, что пригласили. Мы накануне буквально в этой же студии обсуждали ситуацию, связанную с туризмом и коронавирусом. Мы сегодня решили поговорить про ситуацию в строительной отрасли. По вашим оценкам, та неопределенность, которая все равно остается, насколько она существенно влияет на застройщиков, на покупателей? Как вообще на вас отразилась вся эта ситуация? Очевидно, что она не может не влиять на рынок. Мы с вами сейчас говорим не столько о строительстве, сколько о рынке недвижимости. Конечно. О жилой и коммерческой недвижимости. Безусловно, это полное отражение той экономической ситуации, которая происходит в стране. Но только с большей, наверное, чем в других областях, долей, скажем так, запозданий или инерционности. Пока я бы, так сказал, наверное, оценку дал такую, что население верит в скорое окончание вот этой ситуации. И, в общем-то, в достаточно быстрое восстановление экономики. Поэтому, да, есть, конечно, определенный спад. Это выражается в количестве сделок, в количестве звонков, в количестве, скажем так, людей, желающих приобрести недвижимость. Но я бы оценил это пока падение 25-35%. Что, в общем-то, скажем так, если это сравнивать с 2014-2015 годом, ну, пока еще вполне можно считать удовлетворительным. Можно надеяться на быстрое возвращение, если мы осенью все-таки увидим, что ситуация с коронавирусом у нас все-таки пошла на убыль. А скажите, с точки зрения, что называется, структуры спроса, изменились ли запросы покупателей? Потому что вот тут буквально в воскресенье Юлия Сорокина в «Женском взгляде» рассказывала про то, что якобы стали более востребованы однокомнатные квартиры для мужчин, которые разошлись с женами во время этой самой самоизоляции. Есть ли какие-то существенные изменения в спросе? Знаете, я бы так сказал, если это и существует, то на уровне какой-то статистической погрешности. Мы, по крайней мере, этого, мы, я говорю от имени всех застройщиков, этого точно увидеть не можем, потому что социальный потреб мы не запрашиваем, не положено, поэтому я так немножко пытаюсь отшутиться. Нет, я думаю, что структура, она зависит в первую очередь, конечно, от дохода населения. И мы прекрасно понимаем, что если количество, скажем так, денег у людей меньше, то, естественно, более востребованно становится недвижимость недорогая, квартиры малогабаритные, ну, скажем так, из сегмента эконом-класса. Но пока я бы, если сравнить с осенью прошлого года, существенных изменений не вижу. Скажите, правительством России была объявлена мера про льготные ипотеки в 6,5%, для того, чтобы помочь строительной отрасли именно на новостройке, на так называемое первичное жилье, заметили ли, дало ли это необходимый толчок, стали ли люди этим пользоваться, готовы ли к этому банке, с которыми вы работаете? То, что заметили, это точно, потому что часть людей, которые в апреле хотели приобрести жилье, пошли за более дешевой ипотекой. Мы сейчас в мае наблюдаем, они возвращаются. Безусловно, это очень серьезная поддержка для строительной отрасли или, правильно, как я говорю, для застройщиков. Вопрос, как долго она продлится, пока, насколько я помню, она у нас, абсолютно до конца, до ноября этого года, это существенная, существенная поддержка. И здесь, я считаю, что сделан был очень правильный шаг. Поэтому это помогает всем застройщикам, это та, скажем так, помощь, когда, собственно говоря, она не адресная тому или иному застройщику в силу, так сказать, наличия тех или иных критериев. Это когда людям, собственно говоря, дали деньги, потому что снижение процентной ставки, это, по сути, скажем, деньги людям. И дальше они вольны уже выбирать, потому что этой ипотекой воспользуются люди и те, кто собирался покупать жилье эконом-классы, и те, кто собирался покупать жилье, скажем так, ну, класса комфорта и более дорогое жилье. Правительство вовремя, помните, поправилось, сказал, что 3 миллиона, не стоимость квартиры вначале, это было именно так сформулировано. А это просто размер суды, которые заемщику оно готово дать, в этом смысле, вне зависимости от его уровня доходности. Поэтому это очень хорошая мера, и мы ее на себе сейчас, я думаю, ощутим в полной мере, буквально в июне, в июле месяце. Давайте прямо сейчас к нашей беседе присоединяется Александр Шляхин, руководитель портала СИБДОМ, аттестованный аналитик рынка недвижимости. Александр, добрый вечер, слышите ли вы нас? Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот вы, наблюдая за поведением покупателей, за поведением застройщиков, какие из существенных изменений замечаете вот в этот коронавирус, карантикулы, как их только не называют? Есть ли существенные изменения в поведении? Безусловно, те меры поддержки строительной отрасли в виде льготной ставки ипотеки, они привлекли покупателей на первичный рынок, тем более, что на вторичном рынке у продавцов и покупателей возникли проблемы с просмотром квартиры. В условиях самоизоляции достаточно сложно было просматривать вторичную недвижимость. Акцент, конечно, переместился в целом на первичный рынок. Также усилился вот именно спрос на более дешевое жилье, увеличился спрос на загородную недвижимость. Но в целом принципиального какого-то разворота изменений нет. Все действительно находятся, и покупатели, и продавцы в ситуации неопределенности. Все ждут выхода из самоизоляции и будут смотреть, а что дальше будет, как дальше будет экономика развиваться. И поэтому мы прогнозируем, что да, несмотря на традиционно летом снижение идет активности покупательской, то в этом году, если карантин закончится июнем, то можно прогнозировать, что будет отложенный спрос, реализован в июле-августе месяце. Спасибо большое. Александр Шляхин, руководитель портала Сибдома, тестован аналитик рынка недвижимости, был на прямой связи со студией. Я возвращаюсь к нашему гостю в студии Александру Игоревичу Карпачинскому. Скажите, пожалуйста, а вот если у всех же застройщиков крайне разная ситуация, разная экономическая ситуация, разные резервы, разные возможности, по вашему мнению, все ли выйдут из этого непростого периода? Ну, знаете, все-таки благодаря изменению законодательства, достаточно серьезному за последние два года, я имею в виду 2018-2019 год, переходную скрову счета, появление обязательного, скажем так, страхования сделок, ситуация, в общем, очень существенно поменялась, я имею в виду в части снижения рисков покупателей, вот, связанных с незавершением объекта строительства, потому что это и заставило застройщиков в обязательном порядке заключать, иметь договора, скажем так, банковские договора по проектному финансированию, и сами понимаете, что уже, в общем, здесь ответственность начинает разделять банк, ему тоже выгодно, чтобы объект был достроен, потому что он является объектом залога, не буду утомлять подробностями. Ну, и также мы видели ситуацию, когда дома одного из застройщиков, который был признан банкротом, дольщики или владельцы договора долевого участия уже получили деньги из фонда, причем получили по очень рыночной ставке, я так скажу, что позволило им, по сути, на следующий день пойти заключить договор долевого участия на, в общем-то, равноценную квартиру. Поэтому риски сейчас существенно ниже, и если, скажем так, ну, кто-то из моих коллег не выдержит этой ситуации, то это будут те объекты, строительство которых было начато 2-3 года назад, еще в рамках, скажем так, тех правил игры, но таких объектов становится все меньше и меньше, и, в общем, я так скажу, что риски, конечно, снизились в разы, если не на порядок, с принятием всех этих новых норм. Ну, скажите, я же помню эти разговоры, в том числе среди застройщиков, когда все ожидали вступления в силу закона в скорых счетах, и многие этого, правда, боялись, многие говорили, что это, там, конец дешевым квартирам, конец, значит, понятной модели, которая существовала много лет. Стало ли, вот, если в целом оценить, например, там, вашей компании, стало ли для вас нынешний подход лучше, проще, эффективнее? Как вы расцениваете вот те меры и те изменения в законодательстве, которые были приняты? Знаете, с точки зрения строительства, правильно сказать, финансирования строительства, то для нас не изменилось ничего, потому что финансовая схема у нас была, начиная с первого нашего объекта, с 2008 года, это когда каждый объект обязательно имел, скажем так, проектное финансирование, обязательно имел, собственно говоря, поддержку финансовую, и поэтому мы, ну, относительно, скажем так, спокойно прошли 2008-2009 год, там, 2014-2016 годы и так далее. Но ситуация для нас стала и для застройщиков, которые работали по такой финансовой схеме, которые работали с банков, у которых есть кредитная история, с которыми банки работают охотно и предлагают деньги, но задача банков все-таки деньги свои отдать, это же их дала. Ситуация для нас стала, конечно же, лучше, потому что ушло очень много с рынка, ну, уходит, уйдет, тех застройщиков, которые приходили разово, тех застройщиков, которые, ну, так скажем, оказались там в силу того, что рынок, ну, практически не регулировался, что был очень свободный доступ к земле, к аренде земельных участков, можно было выйти на рынок, ничего не имея за душой, привлекать деньги дольщика, ну, а дальше, если повезет, то дом заканчивали строить. Не повезло, мы с вами это наблюдали многократно. Поэтому я оцениваю однозначно ситуацию, как существенно лучившуюся, и я всегда, и год назад, и полтора года назад, когда начались разговоры об изменении законодательства, я всегда приветствовал, всегда считал, что это абсолютно правильный шаг. Единственное, он был сделан не вовремя, ему надо было сделать в 2012-2013 году, и мы бы с вами не видели такого количества обманутых дольщиков. Еще из практичного, у нас осталось 3 минуты, а потом хотелось бы к стратегическим перейти вопросам. Вот если есть семья, которая сейчас думает о приобретении квартиры, ведь существует же мнение, что надо немножко подождать, спрос упадет, и квартиры подешевеют. Могут ли квартиры существенно подешеветь в ближайшее время? Они не могут подешеветь, вот почему. Если мы говорим все-таки о застройщиках, кто работает по новой схеме, то на сегодняшний день, я думаю, это не секрет, банки, рассматривая любой проект, прежде чем выдать положительное заключение, выдать решение о предоставлении кредита, они смотрят, чтобы рентабельность была не ниже 20%. Потому что некоторые скажут, что это огромная рентабельность, вы огромную прибыль получаете, но на самом деле, учитывая те риски, в которых мы работаем, вот эти колебания рынка, они на самом деле сглаживают, и реальная рентабельность получается иногда в 2 раза ниже, иногда и больше. Да, бывают годы, когда рентабельность может быть и за 30-40%. Но усредненно, и банки это прекрасно понимают, они видят, скажем так, всю историю рынка этого застройщика, этого региона и так далее, и так далее. Они вот на сегодняшний день такой критерий устанавливают, что если он не видит в бизнес-модели, так сказать, в бизнес-плане рентабельности в 20%, то он не принимает положительное решение. Поэтому если все говорят, что на 20% будут снижены цены, тогда это будет нулевая рентабельность, тогда эти застройщики не получат банковской поддержки, не смогут работать на рынке в этих условиях. Поэтому вот эта ситуация, когда застройщик мог снижать цены, потом возвращаться на рынок, эта ситуация ушла. Смотрите, и вот заключительный вопрос, такой стратегический, про Красноярск. И там таких два подвопроса. Первый, куда, по вашему мнению, в какую сторону Красноярск может развиваться? А второй, дойдем ли мы до ситуации, когда у нас начнется фактически комплексное развитие районов, ярким и хорошим примером которого является тот же самый Южный берег? Вот можно я точню вопрос, говоря, куда будет развиваться? Мы говорим о территориальном развитии? Внутрь. Внутрь и только внутрь. Я об этом говорю 6, 7, 8 лет. Мы совершили огромную ошибку, начав развивать Солнечный. Солнце-2 это вообще стратегическая ошибка. Мясокомбинаты и так далее. У нас внутри города есть достаточно сегодня территорий, которые подлежат реновации. Мы осенью сделали собственный анализ. Порядка 105-110 гектаров сегодня можно получить, только начав реновацию, расселяя двухэтажные деревянные бараки. Ну, или не бараки, а деревянные дома. И двухэтажные дома начала 50-х годов. Даже кирпичные, которые сегодня разваливаются. Вот, поэтому вот вам, пожалуйста, уже миллион квадратных метров внутри города. А это сети, это дороги, это не надо увеличивать протяженность маршрутов общественного транспорта и так далее, так далее, так далее. Дальше мы должны приступить, пока мы этим будем заниматься 10-12 лет, мы должны приступить к реновации в пятиэтажах. Мы никуда не денемся, как в Москве, понимаете? Ни в коем случае Краснодарск не должен власть за крайни. Это очень дорого. Это очень дешевая земля, но очень дорогое содержание для муниципалитета, ну и, собственно говоря, для всех ресурсоснабжающих организаций, которые в конечном итоге через тарифу будут эти деньги собирать с населения. Вы можете купить дешевую квартиру, но потом очень дорого она вам будет обходиться. Спасибо большое, что пришли в нашу студию, отвечали на наш вопрос. Напомню нашим зрителям, что сегодня в студии программ «После новостей» был Александр Карпачинский, руководитель строительной группы SMCity, президент Союза строителей края. Хорошего вам вечера. Обязательно увидимся. Субтитры подогнал «Симон»